Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ Батя Болгон! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 На площади солдата Анапского гарнизона кадеты, казаки и казачата, курсанты Института береговой охраны. Они прошли торжественным маршем перед трибуной с официальными лицами. Почетные гости – ветераны. Артиллерист Николай Бомко 9 мая находился под Прагой. Радостную весть принесли радисты. Но последний бой, он во всех смыслах оказался трудным самым. Ожесточенно сопротивлялись тем, кому терять было нечего. Мы ночью еще услышали радисты наши. В ночь с 8 на 9 поймали сообщение из подстамок о том, что подписан акт о капитуляции. Но в Чехословакии еще оставались эсэсовцы, бандеровцы, гласовцы и прочие нечицы, которые добивала 3-я гвардейская танковая армия. Виктор Гаврик – участник шествия бессмертного полка. Оба родных деда прошли войну. Один из них – артиллерист. Погиб при штурме города Пилау под Кенигсбергом. Сегодня Балтийск в Калининградской области. Песем не сохранилось. В распоряжении семьи только похоронка, единственная фотография и драгоценная крупица воспоминаний. Добрый, хороший, веселый, работящий. Вспоминания, конечно, вспоминаем. Но мы его практически не знали, потому что он мой дедушка погиб в 45-м, а я в 62-м только родился. В Калининградской области в семье сапера родился Анатолий Ешкунов. Его отец занимался разминированием территории уже бывшей Восточной Пруссии. По словам офицера-десантника, именно ветераны Великой Отечественной войны были его первыми учителями. Такие слова, которые сказал, сделал, это, наверное, самое главное было. Потому что вот эта войсковая дружба, товарища для меня с самого рождения. Потому что вся жизнь проходила среди бойцов, вот среди тех, кто участвовал именно в войне. У каждого в колонне бессмертного полка своя история, связанная с участниками той войны. Тысячи анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. В Анапской земле покоится прах более 4 тысяч воинов, погибших при освобождении города и района. И сегодня они будто снова в строю, рядом со своими родными и близкими. Многотысячное шествие прошло по центральным улицам в сквер боевой славы. После всего увиденного, есть уверенность, что у нас с вами есть завтрашний день. Что Россия едина и непобедима. Хочу отметить, что половина из присутствующих это дети. Они, уважаемые наши ветераны, примут от вас эстафету славных традиций нашего народа и нашей Родины. Будьте в этом уверены. Минута молчания в память о погибших. На территории муниципалитета десятки братских могил павших воинов. К главному мемориалу возложили гирлянду памяти от военнослужащих, венки от краевых и муниципальных властей и многочисленные цветы от благодарных анапчан.